Батареи прогреваются. Началась подача тепла в жилые дома. Пропавшая пенсионерка найдена мёртвой. Подробности гибели. Дорога в обрыв. Почему водители жалуются на Соболековскую трассу? ЛГБТ-активисты в суде пытаются оспорить решение мэрии в отказе проведения гей-парада. Наезд на маленького пешехода. В каком состоянии находится мальчик, который попал под колеса авто? Хотел оформить кредит? Лишился денег? Нижнекамец попался на новую уловку мошенников. В шаге от золота. Нижнекамские баскетболисты стали серебряными призерами республиканского первенства. Об этом не только поговорим прямо сейчас. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Сегодня начали подавать тепло в жилые дома. Батареи потеплели пока не во всех квартирах, но должны это сделать до конца недели. О том, по какому принципу дома будут обеспечивать теплом и когда мы за него заплатим, в сюжете далее. Вязаные носки, шерстяная кофта. Ольга Базарова. Тепло одевается не только перед выходом на улицу. Пока и дома приходится утепляться. Низкая температура за окном уже несколько дней, а отопление еще не дали. Батареи пока холодные, но ждем тепло. Чувствуется, что сегодня нам дадут тепло уже. Предчувствие нашу героиню не подвело. Утром задвижку в подвале открыли, батареи в квартирах стали нагреваться. Это финальная и самая легкая часть запуска, до которой была проделана большая работа. Весной сделали ревизию, все смазывали, гаганитич устранили, потом опрессовка, июня месяц был, опрессовку сделали. Ну как опрессовка прошла? Опрессовка нормально прошла, все приняли, отлично. Сегодня батареи потеплеет в домах первого и второго кварталов. Это проспект строителей Тукая, а также в 8 и 20 микрорайонах. Это Вахитова, Гагарина, Бызова. До конца недели тепло будет подано в 100% квартир. Еще один интересующий горожан вопрос. Когда платить за отопление? Тепло подано в конце сентября, то есть 26 числа. Квитанция за сентябрь не будет предъявлена, а будет предъявлена в квитанции за октябрь. То есть октябрьскую квитанцию, которую жители получат в ноябре. Там будет включено вот это отопление. В целом этот отопительный сезон ничем не будет отличаться от прошлого. Температура в квартирах по нормативу 20 градусов, а в угловых и торцевых домах 22 градуса и оплата по старому только в течение отопительного сезона. Сегодня тепло должно было стать и в домах на улице Лесная, но при подаче отопления произошла авария. В социальной сети появилось видео, выложенное очевидцами. На кадрах видно, как горячая вода бьет прямо из земли. На место выехали аварийные службы и наша съемочная группа. По словам сотрудников водоканала, порыв теплосети очень сильный. Первым делом специалистам предстоит откачать воду, только после этого они смогут приступить к ремонту трубы. Сколько времени это займет, пока неизвестно. Пропавшая три дня назад в Камских полянах женщина найдена мертвой. Сегодня утром ее обнаружили родственники, прочесывая заброшенные здания. По предварительной версии, 61-летняя пенсионерка повесилась. Почему она это сделала? Главную версию знает наш корреспондент Анастасия Попова. Она же восстановит хронологию событий. С Григорием, сыном пропавшей женщины, мы встретились накануне вечером. Он еле сдерживал слезы, ведь уже три дня о его 61-летней матери не было известий. Последний раз семья видела женщину в субботу. В половине восьмого утра Зинаида Усачева вышла в магазин за хлебом. То есть какие-то объективные причины были, чтобы она ушла? Даже не знаю. Нет, вроде бы не было. А какие-то ссоры, конфликты не происходили в семье? Нет, нет. С соседями? Нет, нет. Не могла она уехать, допустим, в другой город? Нет, она не сможет, потому что с собой ничего у нее не было. Паспорт дома. Деньги тоже дома. На третий день к поискам пропавшей присоединился Нижнекамский поисково-спасательный отряд «След». Было необходимо как можно быстрее обнаружить женщину. У нее сахарный диабет, а дозу инсулина она не получала три дня. По краю пройдем, в губни спускаемся, потому что если губ вниз, сейчас очень опасно, темно. Одна группа с фонарем, а тут овраг еще раз, да, идем по спирали, овраг там как раз, можно сказать, закругляется, поэтому по спирали двигаемся. Ну, направлялась в эту сторону, как вот ее видели последний раз. Вот там дом уж, вот сюда вниз направлялась. Вот будем пока вот в этом районе искать. Пока вот. А утром уже продолжим поиски, кто сможет уж. И уже там вот овраги тоже это могла подскользнуться. Волонтеры прочесывали овраги и заброшенные здания весь вечер. Выехали и на следующий день рано утром. И вот на одной из заброшенных строек Зинаиду Усачеву обнаружили родственники. Женщину обнаружили повешенной. Предварительная версия – суицид. По имеющейся информации, одной из вероятных причин случившегося могли стать финансовые трудности в семье. Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшедшего. Анастасия Попова, Максим Липин, Новости НТР. Дорога в обрыв. Так стали называть водители участок Соболековской трассы. Дело в том, что края магистрали не ограждены ни забором, ни даже отбойниками. Один неверный маневр – и машина в кювете. Эльвира Софиулина подробнее. Ежедневно по Соболековской трассе проезжают тысячи автомобилей. В августе граждан обрадовали. Эту дорогу, наконец, отремонтируют. И действительно, работы начались спустя несколько дней после громогласного заявления. Вот только когда они завершатся – неизвестно. Реконструкция остановлена на неопределенный срок. Все бы ничего, но последствия несостоявшегося ремонта могут привести к настоящей трагедии. Раньше на этом участке дороги от завода управления Нижникамск-Нефтехима до перекрестка было установлено металлическое ограждение. С начала ремонта его демонтировали. Теперь, двигаясь по этому маршруту, нужно быть крайне осторожным. Один неверный маневр – и машина в прямом смысле отправится в полет. Вадим Шурупов ездит по этой дороге практически ежедневно. Мужчина не сомневается – зимой здесь будет не один десяток аварий. Хотелось бы узнать, планируется ли вот эту часть дороги сделать более безопасной, когда скоро будет осень, будет дождик, гололед. И если какая-то машина случайно что-то произойдет, то в Кювете будет много чего интересного. С просьбой устранить последствия ремонта Вадим Шурупов обращался как в Нижникамск-Нефтехим, одному из инвесторов реконструкции, так и в администрацию города. Но ответа не последовало. Мы тоже позвонили в мэрию, там ситуацию прокомментировали коротко, заявив – ограждение будет. Вот только сроки не уточнили. Мы будем следить за развитием событий. Эльвир Софиулина, Евгений Лазаев, Новости НТР. Об этой теме нам сообщили телезрители. И если у вас тоже есть чем поделиться, можете связаться с нами по телефону 40 07 70 или пишите нам на наш сайт ntrdefis24.ru. А также присылайте фото и видео в мессенджер WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. ЛГБТ-активисты подали в суд на исполком. Им не разрешили провести в Нижникамске гей-парад. Как прошло, первое слушание знает Светлана Шумкова. Зал суда – все в сборе, кроме самих ЛГБТ-активистов. Отстаивать свою точку зрения они не пришли. Сторона ответчика же сразу же обозначила позицию. У нас на сегодня назначены предварительные заседания, целью которой является организационное закрепление деятелей сторон. Необходимо образец даты основного заседания. На сегодняшний день представители ответчиков, знаете, пожалуйста, вы получились, ознакомились. Да, вы получили, ознакомились. Какое мнение, согласно, не согласно. Нет, не согласно. Гей-парад хотели провести в начале сентября. Инициаторы обещали минимум 300 участников. Об этом на своей странице в социальной сети написал московский ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Нижниканск в Республике Татарстан стал 113-м городом России, где поданы уведомления о проведении шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Тем временем набережные Челны запретили аналогичные мероприятия со ссылкой на федеральный закон о гей-пропаганде. Суд в Челнах, да и в ряде других городов страны не поддержал идею проведения гей-парадов. В Нижникамске Алексееву и его сподвижникам дали официальный ответ. Проведение заявленного гражданином Алексеевым публичного мероприятия противоречит законодательству Российской Федерации. К данной информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, информацию, отрицающую семейные ценности, может быть отнесена и пропаганда гомосексуализма, лесбиянства. В связи с чем проведение ранее заявленного митинга гражданином Алексеевым не могло быть согласовано исполнительным комитетом города Нижникамска. На своей странице Алексеев пишет о том, что попытки согласовать проведение парадов до сих пор продолжаются. Но ни один город своего согласия так и не дал. С позицией властей ЛГБТ-активисты не согласны. Например, отказ в проведении гей-парадов в Татарстане они хотят обжаловать в Верховном суде республики. Но если и там ничего не добьются, намерены обращаться в Европейский суд по правам человека. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Мальчик, который накануне попал в ДТП, находится в больнице. Напомним, он угодил под колеса автомобиля возле торгового центра «Аркада». Тем временем водитель пытается доказать свою правоту. Подробности далее. Пешеходный переход возле «Аркады». Движение регулирует светофор. Казалось бы, здесь риск наезда сведен к минимуму. Однако последний случай показывает. И на регулируемых пешеходках сбивают людей. Водитель «Тойоты Камри» только что сбил ребенка. Мальчика увезли в больницу. Со слов очевидцев, кто виноват в ДТП, разобраться сложно. То ли они переходили, на красный пошла эта машина, или там светофор переключился на красный. Уже у нас сначала зелёль, а вот как сейчас горит, а в доме на красный переходил. И, видимо, мальчик не успел перейти дорогу. И вот машина его вцепила. К счастью, с мальчиком всё в порядке. Он оделся лишь шоком и царапиной. Картину произошедшего сейчас восстанавливают сотрудники ГИБДД. Кстати, этот случай далеко не единичный. Детей сбивают часто. За 8 месяцев 2017 года у нас на дороге города произошло 39 дарных транспортных происшествий, в которых пострадало 42 ребенка. Основная масса этих дарных транспортных происшествий – это наезды на детей. Основным из этих наездов – это наезды на детей во внутридворовых территориях, а также на пешеходных переходах. Главной ошибкой является то, что дети начинают перебегать пешеходный переход, сломя голову и не смотря по сторонам. Эти факторы и являются самыми частыми причинами ДТП. В правилах ПДД нет такой графы – смотреть по сторонам. Дети вроде бы переходят дорогу правильно – по зебре на зеленый свет. Но посмотреть налево и направо, видимо, забывают. А вот яркий пример. На кадрах зима прошлого года. Мальчик перебегает по пешеходному переходу, но дорогу не смотрит. И все потому, что дети не задумываются о своей безопасности и о последствиях. Объяснить, что дорога – это опасно, и ее нужно бояться, смогут только родители. И как бы это банально ни звучало – учите своих детей смотреть по сторонам, даже если на светофоре горит зеленый. Регина Сулейманова, Рафаэр Акипов, Новости НТР. Коллеги, заместители директора Агропромышленного колледжа не верят в то, что руководитель создавала фиктивные группы. Именно в этом она подозревается следствием. Дело находится в суде. Однако из 25 свидетелей только двое категорично настроены к подсудимой. Сегодня было одно из заключительных слушаний. Приняя сторон выслушала моя коллега Алсо Расланова. Она – невинный человек. Ее оболгали. Волкова и Хромых. Они – случайные люди. Хромых отказалась вести детей-сирот. Она не выполняла должностные инструкции. У них были основания оболгать Маконова. Адвокат зачитывает показания одного из свидетелей – преподавателя Агропромышленного колледжа, который работал вместе с подсудимой долгие годы. Таких положительных отзывов большинство. Из 25 допрошенных только два человека выступили против своего начальника. Но, по мнению адвоката, на это у них были личные мотивы. Хромых у сына исправлял оценки на пятерки. Маконова сделал ей замечание. Но она на это не пошла. Именно эти две женщины, про которых говорил адвокат, обвинили заместителя директора Агропромышленного колледжа Марину Маконову в организации фиктивной группы сварщиков с целью выполнить учебный план и сохранить финансирование заведения в прежнем объеме. Однако сама подсудимая вину не признает. Тот говорит, что преподавание для нее не просто работа, а смысл жизни. Все эти дни долго я думала, готовила, не знаю, какую речь. Но скажу одно, что образование для меня – это все. И когда студенты приходят на первый курс, худенькие мальчики и девочки, и на четвертом курсе, когда они стоят на защите, ты смотришь на них и уже начинаешь разговаривать с ними на равных. Даже когда идет подготовка к дипломам, а я была руководителем не один год дипломных проектов, такое чувство счастья и радости идет, что да, не зря эти четыре года занимался с детьми, не зря эти четыре года отдал все силы. Голос подсудимый дрожит, когда она вспоминает свою работу. Все силы и душу она отдавала Агропромышленному колледжу. Но пылки речи на мнение государственного обвинителя не повлияли. Приговор по этому делу вынесут 2 октября. Сейчас суду предстоит большая работа – вспомнить все показания и проанализировать материалы дела. Алсуар Сланова, Рафаэль Аракипов, Новости НТР. Нижнекамец хотел оформить кредит, но мало того, что не получил денег от банка, так еще и лишился своих кровных в интернете. Появился новый вид мошенничества. Местный житель пытался оформить кредит онлайн. Интернет-банк одобрил заявку на полмиллиона рублей, но для активизации счета оператор потребовал комиссию – 9 тысяч рублей, а также личные данные мужчины. Он выполнил все действия, закинул на продиктованный счет деньги. То, что это аферист, и парень понял, когда ему в очередной раз позвонил оператор и потребовал заново пополнить счет. Потерпевший обратился в полицию. Сейчас правоохранитель выясняет, кто мог быть причастен к этому преступлению. Без записей и очередей в Нижнекамске впервые организовали мобильные пункты вакцинации. После крупных торговых центров медики прививают всех желающих. Это была не разовая практика. Получить вакцину можно и завтра. А вот где именно, расскажет Наталья Лушнякова. Девушка, вы тоже. Гриб тяжелый в этом году. Давайте вакцинироваться. Этот медпункт на колесах ничем не уступает обычному процедурному кабинету. И даже превосходит его. Прививку от гриппа здесь можно сделать быстро, без записи и без очереди. Все, что нужно, это паспорт и полис. Таким способом врачи решили приблизить вакцинацию к населению. И не прогадали. Плюсы люди разглядели сразу. Нет возможности работы туда-сюда. А вот пока в магазин пришли, есть возможность сделать прививку. Это же наше здоровье. Я пришел просто в магазин. Ну и так, я прошлый год болел очень сильным гриппом. Подъездки были. И решил где-то. Пошел бы в больницу, а здесь под рукой сейчас. Там народ и так далее. Ну, в общем, здесь оперативно. Помимо удобства, гарантия качества. Мобильный пункт стерилен. В нем работает профессиональный медицинский персонал, снабжен всем необходимым для вакцинации. Делаем вакцину «Сови Грипп». Она состоит трехкомпонентная. Из всех таких штампов, которые ожидаются, планируются, чтобы в этом году. Очень хорошая вакцина. Рекомендуем делать всем. Сами уже сделали, приведись. Подобная схема вакцинации используется в Нижнекамске впервые. А вот приживется ли она, целиком зависит от активности гаража. Мы решили создать вот эти вот мобильные бригады. Они у нас выезжают к торговым точкам. И как результат мы посмотрим. Вот в ближайшие дни понаблюдаем. Если активность будет высокая, то мы дальше продолжим. Завтра мобильный пункт начнет свою работу с 9 утра до часу дня возле торгового центра «Барс-1». А также возле гипермаркета «Эссо» на улице Гагарина с 14.30 до 16.00. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Новости НТР. В Нижнекамске появился филиал молодежной ассамблеи народов Татарстана. Главная цель – сохранить культуру, обычаи и самобытность разных народов. Если в Нижнекамске проживает порядка 50 национальностей, то по республике цифра почти в 4 раза больше. Сегодня во время открытия показали театральные постановки, презентовали фотопроект «Многолиткий Татарстан» и провели беседу по профилактике национализма и экстремизма. В нашей организации очень много людей, потому что если взять именно иностранных студентов, то иностранных студентов в республике проживает 9 тысяч человек. Но так как мы объединяем не только иностранных студентов, но также именно народы, проживающие на территории России, это такие как Мурты, Кряжины, Чуваши, Марицы. У нас очень большая, так сказать, молодежная армия, которая объединяет всю международную молодежь. Телекомпания «НТР» приглашает нижнекамцев окунуться в мир телевидения. Мы предлагаем интересную работу для молодых и творческих людей. В службу новостей «НТР» нужен видеооператор. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Если что, все покажем и всему научим. Главное – желание стать частью нашего коллектива. Справки по телефону 40 07 70 и 8 917 93 73 077. Ну а далее спортивные новости и прогноз погоды у меня. На этом все. До встречи. Ура! Сезон небывалых распродаж начинается. Тюль, портьеры, органза, печать, вуаль от 80 рублей. Возможен индивидуальный пошив. ДК «Альфа» ждем только вас. Новая акция в «Инвитро». Оценка функции щитовидной железы всего за 599 рублей. Ждем вас по адресу Проспект Химиков, 36. Подробности по телефону 44 80 80. Узнайте все о своем здоровье с «Инвитро». Цены пополам на светодиодные лампочки в магазине «Тысяча мелочей». Лампы 10 ватт – всего 56 рублей. 15 ватт – всего 79 рублей. «Тысяча мелочей». Менделеевы 54 и Мира 105А. Вот это да! В разгар осеннего сезона «Эссен» дарит всем покупателям выгоду до 50% на самые любимые товары. Не пропустите «Радугу скидок». Акция действует с 14 по 30 сентября. «Эссен». Количество товара ограничено. Подробности акции уточняйте в гипермаркете «Эссен». Агропромпарк на Ахтубинской 4М ждет вас за покупками. Каждую пятницу, субботу и воскресенье завоз свежей мясной продукции. Приглашаем в сотрудничество индивидуальных предпринимателей. Лечим зубы и получаем скидки. В медицинском центре «Нова» скидка 10% на лечение и протезирование. «Нова» стоматология. «Шинников» 57. Подробности по телефону 40 60 77. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. В эти минуты очередную игру выездной серии проводит хоккейный нефтехимик, в которой подопечные Назарова скрестили клюшки с Екатеринбургским автомобилистом. Игры двух крепких середняков континентальной хоккейной лиги всегда отличались очень напряженным противостоянием. Но все же больше шансов на победу, судя по статистике последних пяти матчей нашего нефтехимика. Так, Волчистая, засушив домашнюю серию, тремя победами и на выезде, пока не отдала ни одного очка соперника, победив трактор и ладу. Автомобилист может похвастаться одной победой дома и двумя на выезде. При равном количестве проведенных в новом сезоне матчей команды располагаются на соседних строчках. Нефтехимик на треть, автомобилист на четвертый. Смогут ли Екатеринбург с остановить непобедимый нефтехимик, узнаем скоро. Игра стартовала 17.00. А тем временем главный тренер-нефтехимик Андрей Назаров стал первым специалистом, который провел в КХЛ 500 матчей. И статистику приводит официальный сайт континентальной хоккейной лиги. Случилось это 16 сентября, когда нижнекамцы принимали Череповецкую Северстоль, одержали победу со счетом 4-2. В качестве игрока Назаров дебютировал в высшем уровне в сезоне 1991-1992 года в составе московского «Динамо». Первый матч провел 4 марта 1992 года в возрасте 17 лет. В чемпионате 1992-1993 года Назаров стал чемпионом межконтинентальной хоккейной лиги. В то время это было главное соревнование в стране. Сезон 1993-1994 отыграл 14 лет в НХЛ, выступая за 7 команд. В отечественных чемпионатах в качестве хоккеиста провел 91 встречу. В шаге от золота нижнекамские баскетболисты стали серебряными призерами республиканского первенства, которое прошло в Нижнекамске на базе 1-й Дю США. О том, как наши парни шли по ходу турнира и подробности остросюжетного финала, узнаете из следующего материала. В этом году на нижнекамскую землю съехалось 11 команд 2002 года рождения. Набережные Челны и Казань, Заинская, Алексеевская, порядка десятка городов выставили свои коллективы, чтобы побороться за честь, пробиться на всероссийский этап соревнований. Наши парни изначально были в числе фаворитов, найдутся представителями Казани. Воспитанники первой Дю США уверенно шли победным шагом от матча к матчу. И в итоге в самой главной игре турнира встретили сопротивление Казанского уникс юниора. И этот матч получился под стать противостоянию двух лидеров. Что называется, нашла коса на камень. К середине встречи на табло горело 46-46. Наши парни всячески старались преломить ход игры в свою пользу, но мяч в корзину не залетал ни с дальней, ни с ближней дистанции, ни из-под кольца. Казанцев своих атаков преуспели больше. Несколько раз гости ошибались на подходе к нашему кольцу, но подаренным возможностью хозяева не воспользовались за редким исключением. В игре было видно, соперники встретились равны. Отрыв по очкам был небольшой, потому и победа была в равной степени близка как к тем, так и к другим. Ближе к концу четверти нижнекомцы отчасти смогли нырестать отставание. В игре равных уступать никто не хотел. Оно и понятно, и до кону судьба первого места. Битва характеров продолжилась до самого конца. Последние минуты и на табло 84-84. За 12 секунд очередная атака Казанцев принесла им 2 очка. Столичные игроки поставили точку, забросив за секунду до финального свистка. Поражение нижнекомцев со счетом 84-88. В таких играх обычно кто меньше ошибок сделает, тот и победит. Команды ровные совершенно. Три имущества ни у одной команды не было. Я думаю, психологическая сторона была на нашей стороне. Больше ошибок сделали, чем Казань. В итоге наших парней серебро, добытое без малого потом и кровью. Снова подтвердили звание одной из сильнейших баскетбольных школ Татарстана. Бронза также осталась за казанцами и представителями ДЮС США Вайхитовского района. На последних секундах это чистая удача. Когда счет был равный, оставалось 1 минута 20 секунд, то кто первый забьет, тот и победил. Ну, счастье улыбнулось в нашей команде, забили мы. А в принципе, две равные команды, очень хорошие. И считаю, что Татарстан будет достойно представлен, так как из этих двух команд будет формироваться сборная республики для выступления на российских соревнованиях. Теперь перейдем на борцовские ковры. Нижнекамские вольники попали в число призеров первенства Приволжского федерального округа среди юношей и девушек до 16 лет, которое прошло в Ульяновске. В первый соревновательный день по результатам поединков на педестал почета смогла подняться Сабина Боговединова. В весовой категории до 68 килограммов ей досталось серебро. В самой тяжелой весовой категории до 120 килограммов единственным представителем нашего города, добравшимся до тройки победителей, стал бронзовый призер Владислав Конев. Чуть не хватило, чтобы войти в когорту сильнейших еще троим нашим борцам. Розад Шерифулин весит 63 килограмма, Ранис Нургатин в категории 69 килограммов и Артур Кушпита в весит 100 килограммов уступили своим соперникам в борьбе за третье место. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта НТР Дефис 24 точка ру. До встречи в эфире. В НКВД проводится диагностика и лечение грибкового заболевания ногтей, стоп и кистей. Также лечебная обработка ногтевых поверхностей. Запись по телефону 43 89 99. Доверяйте профессионалам в НКВД. Погода в Нижнекамске на 27 сентября. Днем холодно, плюс 8 градусов. Возможен дождь. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Во второй половине недели характер погоды не изменится. Все виды медицинских осмотров, лабораторные исследования, в том числе ПЦР-диагностика, выдача справок в бассейн, удаление лазером по пилом, бородавок и многих других образований. Диагностика и лечение заболеваний волос, ногтей, УЗИ-диагностика, массаж, ЛФК. Прием врачей-терапевта, гинеколога, дерматовенеролога, онколога, трихолога, миколога. Нижнекамск, Шинников, 43А. Гемангиомы, попеломы и моллюски. Фибромы, кандиломы и невусы. Родинки, сосудистые звездочки, рубцы. Бородавки, генитальные, подошвенные и плоские. В лазерном кабинете НКВД лечение проводит врач-дерматовенеролог Лилия Зайниевна Карпова. 41-12-71. Доверяйте профессионалам.